СПОКОЙНЫЙ ГОРОД Мне нравится, что это спокойный город, это маленький город, все друг друга знают. Много спортсменов-олимпийцев из этого города. Такая малая кузница олимпийская. Когда я увидел первый раз, как я еду, составляли видеокамеры, и я сказал, вау, мне нравится. Я стоял на остановке и пытался влезть в забитый автобус на первую тренировку. Когда я пришел в Могул, я представлял себе, что это будут беговые лыжи вообще. Не знал, что за горные лыжи. И все, меня это зацепило и до сих пор не отпускает. Без этой горки двухсотметровой, с этими буграми и трамплинами, реально ничего бы не было. Без этой школы я бы не стал сейчас тем, кем я стал. Я не хорошо ушел из своего вида спорта. Случилось это по травме. Где продолжить? Как продолжить? Ну, конечно же, это тренерская работа. Не просто вот я свой опыт отдаю. Я могу ихними ногами, ихним упорством сделать то, чего я не могу сделать. Я буду, блин, гордиться. Может быть, и я этого добился. Вот эта школа сделала из меня все, что я сейчас показываю. Наверное, важное самое – это огонек. Без него реально бы ничего не было. Отсюда родом Сергей Шеплецов. Это серебряная медаль 1994 года в Лилихамере. Сергей Шеплецов – это как идол для всех. Это самый лучший, и все за ним всегда стремились. Именно та амортизация коленей, вот это ведение лыж, мягкость, положение корпуса. Для меня это было идеалом, конечно. Он придавал уверенности, что все-таки здесь можно вырастать чемпионами. Простой парень из Чусового реализовался и достиг таких высоких результатов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Все закончилось по-спортивному. Мотоцикл спортивный, большая скорость и внезапная гибель Сергея Шеплецова. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это такой крах для всего могла был. То есть после его смерти уже, наверное, распался могл в стороне. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Большой длительный спад. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вместе с ним, наверное, ушла та эпоха, которую он, наверное, за собой тащил. Один. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я всегда тренировался. Я поставил себе цель изначально. Это олимпийская медаль. Для меня вот это прохождение бугра, вот эта амортизация. И когда ты чувствуешь, что ты делаешь все правильно технически, то есть для меня это кайф просто. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, это никак не объяснить. Когда у тебя все тело делает то, что должно делать в идеале. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 В Могуле мне нравится, что вот эта трасса, она небольшая. То есть это 30 секунд. Это 30 секунд максимума, 30 секунд красоты, какой-то флюидности, его движения, этих прыжков, сложности. Это квинтэссенция того, что можно сделать на лыжах. Я приезжаю из Москвы, но это место, оно уже практически родное. И мне кажется, еще много мне предстоит здесь именно тренироваться. Теперь есть какой-то ориентир на это. Даже есть Саша на медаль. Ну, это не передать словами, что это такое, когда ты встаешь на эту ступеньку и сразу чувствуешь, как тебе на шею вешают эту тяжеленную медаль. Ну, это просто такая гордость не на какого уровня. Вот действительно, таких эмоций никогда не было. Медаль Сергеевича Плецова, она была давно, и никто из этих детей, и я тоже. Мы не видели той победы, не переживали ту победу. А очень важно, мне кажется, именно пережить это. Именно вот встретить эту победу в своей стране, наконец. Я смотрела и думала, что, ну, наверное, когда-нибудь я тоже такую хочу. Я точно хочу такую. Когда будет медаль, я обязательно сюда привезу. Было бы здорово, если бы эта медаль была не только моей, но и медалью этого места. Именно и этой команды, этих людей. Мне приятно будет, если на меня будет равняться. Ну, это уже мировая история. Такой знак, что все-таки у нас все возрождается, и в дальнейшем будет только лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА